На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Нановикова и коротко о некоторых темах выпуска. Заболеваемость коронавирусом идет на спад. Дневной стационар открывается. Пока что будут работать в сокращенном варианте. Когда вода на вес золота, жители ЖК Западной испытывают проблемы с холодным водоснабжением. Нефтьюганск поставил рекорд по темпам строительства за последние пять лет. В центре города вырастут еще три 16-ти этажки. В Нефтьюганске возобновил работу дневной стационар. Напомним, лечебное учреждение за пандемией не работало практически год. Сейчас оно открылось на базе женской консультации. Правда, пока стационар будет работать в сокращенном варианте и сможет принимать не более 20 пациентов в неделю. Возвращение из ковидного отделения в дневной стационар – это как возвращение на родину, шутит старшая медсестра Наталья Нестеркина. Когда началась пандемия, сотрудников стационара перевели кого в инфекционное отделение, а кого в приемный покой. Спустя почти год они вернулись на прежнее место работы. Открытие дневного ждали все – и коллектив, и, конечно, пациенты. Они рады. Они ждали нас. И поэтому, когда мы встречали даже в нерабочее время на улицах, они все время задавали нам один и тот же вопрос. Нас узнавали и все время задавали один и тот же вопрос, когда же вас откроют. Учреждение открыли, но медперсонал вышел не весь. Часть врачей остается по-прежнему в ковидном отделении. Поэтому пока в стационаре выдают талоны на 20 койко-мест вместо 60. И прием ведут вместо пяти специалистов два невролога. Все талоны подаются у нас в поликлинику. Все пациенты направляются у нас врачами поликлиническими. То есть это могут быть и участковые терапевты, и врачи-неврологи. Мы сегодня только начали работу. Соответственно, количество талонов, которые были поданы на сегодня, они составляют количество двух. И, соответственно, с каждым днем мы будем увеличивать то количество, чтобы за полность была, как положено, 20 человек. На лечение в дневной стационар направляют пациентов с хроническими заболеваниями, пенсионеров, а также работающее население. Открытие стационара позволит уменьшить количество обострений, улучшить реабилитацию пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Объем оказания медицинской помощи будет прежний. Это консультация специалистов, это проведение внутривенных капельных инерций, подкожных, внутримышечных. Это самая основная функция. То есть она будет у нас расширяться по мере возможности. То есть высвобождаются врачи из инфекционного госпиталя, переводятся на работу в дневной стационар. Размещение стационара на базе женской консультации мера вынужденная и временная. И как только площади, которые сейчас заняты инфекционными койками, освободятся, тогда стационар сразу переедет на свое прежнее место. Все будет зависеть от эпид-ситуации. Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Заболеваемость коронавирусом в Югре продолжает снижаться, хотя все еще остается довольно высокой. За последние сутки выявлено 182 новых случая. В лидерах Сургут 46 человек, Нефтьюганский район и Югорск. В самом Нефтьюганске лишь 13 жителей заболели коронавирусом. Напомним, в городе продолжается вакцинация от этой опасной инфекции. Сейчас пройти иммунизацию могут не только медработники, но и все желающие. На данный момент тысячи нефтьюганцев уже сделали первую прививку. Еще 500 человек прошли полную вакцинацию. И около 400 ждут, когда придет очередная партия вакцины. Записаться на прививку можно на госуслугах, либо позвонить в прививочный кабинет по номеру 23-61-67. Когда вода становится на вес золота, нашу телекомпанию обратили жители одного из домов ЖК «Западный» в 11-м В микрорайоне. 22 января все четыре дома ЖК на несколько дней остались без холодного водоснабжения. За неделю проблему удалось решить частично. Сейчас в связи с аварийной ситуацией воду пришлось снова перекрыть. В этой непростой обстановке разбиралась Елена Волкова. Эту запись сегодня утром нам предоставили сами жильцы. На кадрах видно, что напор воды в кране по-прежнему остается слабым. Спустя несколько часов жители сообщили нам, что воду и вовсе отключили. Причем во всех четырех домах жилого комплекса. Как пояснили специалисты, отсутствие водоснабжения вызвано аварией. Эта ситуация продлится не более четырех часов, то есть до момента устранения аварии. В любом случае на контроле администрации, если же вдруг произойдет какие-то форс-мажорные обстоятельства, то есть свыше четырех часов не будет воды, будет организован подвоз. Основная причина перебоев с водой – засоренность входных фильтров. Данную проблему сотрудники управляющих компаний «Югория», «Капитал» и «Сипспецстрой» уже устранили. А вот за состоянием оборудования внутри квартир должны следить сами жильцы. Я лично выехал, проводил осмотр данных фильтров, то есть качество очистки, проведенное моими работниками. У меня большая просьба к жителям, чтобы они посмотрели свои фильтры, которые находятся в квартирах. Потому что засоренность данных фильтров тоже влияет на давление в системе. В департаменте ЖКХ подчеркнули, что ситуация с водой контролируется ежечасно. По всем вопросам жители могут напрямую обращаться в администрацию. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск перевыполнил план по жилищному строительству на 22%. Об итогах предыдущего и планах на этот год рассказали в департаменте градостроительства и земельных отношений. Развивать планируются не только новые микрорайоны. В четвертом, например, застройщики предлагают возвести три 16-этажных дома. 67 тысяч квадратных метров жилья удалось построить в Нефтьюганске за 2020-е. Это на 17% выше, чем за предыдущий и на 22% выше от региональных планов. Нефтьюганск – это, безусловно, рекордная цифра за последние пять лет. Потому что пять лет назад, если статистику смотреть, был вот порядка 30-17 тысяч квадратных метров. Варьировало. И очень резко с 30 упало до 17. И потом потихонечку планово начало расти. И вот это 67 тысяч – это все-таки рекордное. Сейчас основные точки роста в Нефтьюганске – это 11-е и 17-е микрорайоны. В последнем прокладывают инженерные сети под новые дома и инфраструктуру. С муниципальным образованием заключен контракт по набережной по инженерному обеспечению. Для того, чтобы инженерным обеспечением была обеспеченность территорий под новые квартиры и дома и социальные объекты со стороны улицы Набережной будущей. Микрорайон не ограничивается теми строительными площадками, которые на сегодняшний день есть. Серьезные планы и на центр города нашлись подрядчики, готовые застраивать четвертый микрорайон. Уже сделан проект планировки, проект межелания. Сейчас уже фасад подготовлен для того, чтобы рассматривать на градостроительной очередной комиссии. Пройдет проектная документация и экспертизу. Подрядные организации будут уже подготовлены заявления для того, чтобы получать разрешение на строительство и развивать часть территории четвертого микрорайона. Под развитием территории подразумевается прежде всего новое жилье. На месте аварийных двухэтажек хотят построить три 16-этажных дома. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков и мошенничество. За минувшие выходные полицейские «Юганск» зарегистрировали 203 сообщения и заявления от граждан. Так, 29 января задержана 44-летняя местная жительница, которая на почве личной неприязни нанесла удар ножом сожителю, причинив ему телесные повреждения. В этот же день у 35-летней горожанки правоохранители изъяли наркотики. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 228-й статье. Жертвами дистанционных мошенников стали две местных жительницы. Одна из них в интернете нашла вакансию, думала, что звонит работодателю. На самом деле объявление разместил мошенник. Он попросил перевести деньги, якобы для проверки активности банковского счета. Заявительница выполнила инструкции незнакомцы и в результате лишилась четверти миллиона рублей. Вторая женщина представила минимуму специалисту службы безопасности личные данные для блокировки счета, с которого якобы совершалась несанкционированная операция. В результате горожанка потеряла 280 тысяч рублей. 26 медалей привезли юные аэробисты Нефтьюганск. В Екатеринбурге завершились всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка». Несколько дней ребят в возрасте от 6 до 14 лет показывали свое мастерство. За медали в столицу Урала боролись сотни участников из 23 регионов страны. Наш город представляли 28 воспитанников спортивной школы «Грация» и 45 спортивной школы Олимпийского резерва «Спартак». С последними ездили 4 тренера. Всегда очень волнительно, когда твои воспитанницы на помосте работают, переживаешь, ладошки потеют, все нервничаешь, ждешь их. Судьи оценивали сложность программы, ее исполнение, чувство такта и артистичность. Так девочки 10 лет взяли серебро и бронзу за танцевальную программу. Сначала волнительные, потом радостные. Где-то было страшно, что мы не попадем в финал, но мы попали. Было страшно перед выступлениями, было иногда весело, иногда грустно. Почему грустно? Потому что мы по тройке заняли шестое место. Более юные участницы выезжали на соревнования первый раз. Тренируясь всего год, они смогли обойти своих соперниц. Перед соревнованием мы волновались, но все равно тренировались и повторяли свои программы. За степ-платформу мы заняли первое место, а за дэнс третье место. Также Екатерина Ванюшина заняла второе место в индивидуальном выступлении, которое считается самым сложным в спортивной аэробике. Выступили в целом замечательно, хорошо. Вернулись с победами, я считаю. Те дети, которые даже не попали на пьедестал, показали себя на уровне всероссийском достаточно хорошо. Несмотря на отличный результат, каждый тренер знает о пробелах своих воспитанников. Поэтому усердные тренировки будут продолжаться, чтобы на первенстве УРФО спортсмены выступили еще лучше. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганские спортсмены с ограниченными возможностями вернулись с наградами. В Хантаматийске завершилось первенство Югры по пауэрлифтингу. На 15-е юбилейные соревнования съехалось более 130 человек с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями. Четыре золота и две бронзы. На чемпионате наш город представляли спортсмены отделения адаптивного спорта. Например, Тимур Саруханов занял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Не оставил шансов соперникам и Владимир Мышкин, с большим отрывом завоевав золото в категории до 83 килограммов. Замечательно выступила единственная женщина в команде Ольга Андреева. Еще две бронзовые награды достались нашим спортсменам в самых легких весах – до 59 килограммов. И в завершении выпуска наша любимая рубрика «Окно в город». В очередной раз можно полюбоваться на зимний заснеженный нефтеюганск. «Окно в город» Субтитры создавал DimaTorzok И на этом я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.